Для того, чтобы ваши файлы на Shutterstock и других микросайтах находили, надо написать правильные метаданные. Сегодня я собираюсь показать вам несколько советов о том, как написать метаданные для файлов. Прежде чем мы перейдем к практической стороне, давайте проясним, что это всего лишь один способ определения ключевых слов, которые использую я. Ключевые слова, описывающие вашу работу, должны присутствовать также и в вашем описании. В конце видео я покажу пример, как это работает. Ключевым словам подбирайте синонимы и прописывайте как можно больше ключевых слов. Если у Shutterstock ограничение в 50 слов, то для Dreamstime это уже 80. Используйте инструмент подборки ключевых слов Shutterstock. После загрузки файла кликаем по нему и нажимаем на ссылку. Дополнительные ключевые слова. Так как я не являюсь носителем английского языка, я использую в основном переводчик. На открывшейся странице в поисковой строке я забиваю словосочетания, описывающие мою работу и отмечаю не менее трех наиболее подходящих по теме на мою. Смотрите, в названии я указала выставка картин на улице и добавила Европа или Восточная Европа. Это территориальное расположение Молдовы. Как видите, система вам сама предложила релевантные ключи, основываясь на вашей работе и заголовке. Но тут у нас есть ключи, которые не относятся никак к нашей фотографии. Например, улицы Тбилиси. Такие слова мы удаляем. Копируем ключи и добавляем к файлу. Копируем ключи. Теперь мы добавим ключевые слова, скажем так, которые будут относиться к сфере применения нашей работы. Давайте возьмем всю ту же фотографию с картинами. Это изображение подойдет для туристического агентства или новостного сайта. Но слова «выставка картин под открытым небом» вряд ли по этому запросу они будут искать мою работу. Скорее они будут завивать художественная выставка Европа. Поэтому мы возвращаемся к нашему инструменту подбора ключевых слов и вставляем в поле поиска новый запрос. Далее удаляем лишние ключи и оставляем те, которые нам подходят. Теперь мы добавим специфические технические ключи. То есть это раса, внешность, время года, время суток, погода, угол съемки, тип съемки, длина выдержки. Также можно добавить слова на латыни или на другом языке. Например, туристическое агентство, которое проводит экскурсии в Молдову, хочет рассказать в описании о традициях и культуре про молдавский танец хора. Вот название танца мы и вписываем в ключи хора в двух вариантах. После добавления ключей мы должны описание составить таким образом, что в нем присутствовали как основные теги, описывающие вашу работу, так и косвенные. Давайте рассмотрим пример. У меня есть фото с глиняными сувенирами в молдавском стиле. Для тех, кто будет искать ассортмент of class souvenirs, увидит мое фото на третьей странице. Почему? Потому что это низкочастотный запрос. Но он у меня присутствует в описании. Если на эту тему потребуется рекламному агентству фото или туристическому, они будут искать не глиняные фигурки, а скорее используют запрос Moldavian Folk Art. При таком запросе мои работы первые три в результатах. Далее в описании мы видим специфические технические слова. Молдавский, национальный, день вина, виноград, народотворчество, ярмарка народных мастеров. Все эти ключи относятся как к самой фотографии, они описывают все, что на ней изображено, а также они косвенно могут относиться к запросам, которые будут использовать новостные агентства, рекламные и туристические. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. В следующем видео я расскажу еще один небольшой секрет о том, как атрибутировать фото, чтобы оно появлялось в поисковой выдаче как можно выше. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok